Привет, мои друзья! Вы на канале Клинликар, где мы показываем свою работу, какие автомобили подбираем для наших клиентов, где подбираем, сколько они стоят, в каком они состоянии. И сейчас у нас автомобиль на DSG, 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 Skoda Yeti 2014 года. Начну с салона. Что мы получаем? 2014 год, один владелец, 86 тысяч километров пробега, передние стеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, подогрев зеркал. Свет, соответственно, штатный, передние, задние, противотуманки, автосвета здесь нет. Круиз-контроль присутствует. Здесь управление дворником передние и задние, климат отсутствует. Вот здесь у нас стоит кондиционер, штатная магнитола, да и, в принципе, больше рассказать нечего. Подогревы сидений, соответственно, ниши и бардачки, все как штатно, как у Yeti. Ой, что это такое? Ух ты, какой прям набор, смотрите. Чувствуете? Четенький набор для Yeti. Сидение, тряпка, подлокотники, в которых есть AUX, запирание дверей, DSG, ESP, соответственно, у нас. Тут в этой комплектации есть. Очечничек присутствует, подсветки. Здесь без подсветок. Простенькое, ну, в меру простенькое, да. Все необходимое есть, как я говорю. Главное, что есть скорость-контроль, без него я вообще уже себя не представляю. Все чистенький, ухоженный автомобиль. Задние сидения все складываются, знаете, отдельно. Также складываются все три по отдельности, подлокотник, и также можно их снять, что очень удобно, когда вам нужно перевести груз. Что мы получаем внешне? Пойдемте посмотрим внешне, как выглядит этот автомобиль. За спойлером, выглядит он классно. Зимняя резина у нас с 13-го года, скорее всего, еще родная, потому что автомобиль 14-го шипы. Понятно, что половины шипов, да нет, там не половины, меньше половины шипов, но все-таки отсутствует. Износ есть, но на этой резине докатачивающий сезон. И, возможно, кстати, даже следующий, в условиях наших реалий, российских, то я бы еще поездил. Машинка выглядит обалденно, есть только вот такие вот косички, как видите, вот здесь кто-то чем-то чиркнул по автомобилю. В принципе, больше визуально к машине не придраться. Симметричный окрас косметических дверей вот этой, то есть правая задняя и вот этой. Левая задняя ровно одинаково покрашены, ровно вторичный окрас, все проемы внутрянка, вся целая, никаких следов ДТП, ударов и так далее. И криминала здесь нету. На свой возраст, на 6 лет, видно, что уже запискоструенная передняя оптика. Тем не менее, она не битая, нигде не сколотая, сколов нигде нету, в хорошем состоянии. Радиатор видим. У нас тут все четенько. На капоте тоже есть несколько маленьких незначительных сколов. В остальном машинка выглядит реально классно. Ну, смотрите, 600 тысяч рублей, 2014 год. И вы уже катаетесь на повышенном клиренсе. Пройдемте назад. Я, конечно, назад переместился, но походу я спереди это сиденье очень круто отодвинул. И мне вот здесь как бы не очень удобно сейчас сидеть. Вообще-то в YETI сзади сидеть удобно, даже при моем росте. Особенно, особенно мне нравится, что здесь есть такая фишка, то есть вот этот рычажок. А что, он все дальше не откидывается? Ну, немножко все-таки, как вы видите, угол поменять можно. Ну, хотя это, наверное, все-таки несущественно. Так, а если я, например, опущу подлокотничек, то у нас, смотрите, два мягких подлокотника. Да? Кайфово? И подстаканнички. Удобно? Блин, да удобно на самом деле. Сзади у нас сеточки, то есть приятно, что продавец, то есть продавец, предыдущий владелец, создавая этот автомобиль, он не забрал все эти ништяки. Честно скажу, что при покупке новой Шкоды у официального дилера эти сеточки стоят нормальных денег. И многие при сдаче автомобиля в трейд-ин эти сеточки все, они их забирают. Посмотрим багажник. Видите? Вот эта сеточка осталась, вот эта осталась. Тут у нас очень здорово можно грамотно оптимизировать пространство. Крючки, вешалки, да, для пакетов. И также у нас есть запаска новая, которую даже не трогали. То есть машине 6 лет запаской ни разу не пользовались. Лампочки все горят. Подсветка номера, мы смотрели, здесь горит. Ветровички установлены. То есть по сути, по сути, реально кайфовый автомобиль. Ну вот 600 тысяч. С чем можно столкнуться? Можно столкнуться с заменой сцепления на DSG. Да, конечно можно, друзья. Это DSG и это сцепление. Вы же на механике меняете сцепление. Блин, ну свыкнетесь вы с тем, что на роботизированных коробках сцепление это тоже элемент износа. Это узел, который надо обслуживать. И да, здесь возможно надо будет поменять сцепление. Знает ли об этом наш клиент? Ну конечно он понимает это. И он на это готов. Потому что ему нравится этот автомобиль. Эту машину нам заказали в подбор после разового осмотра. То есть наш клиент, а может быть он расскажет? Давайте лучше у него спросим. В общем, пробегусь еще раз. Едьте 600 тысяч один владелец. Блин, ну смотрится. Ну ребят, ну реально смотрится. Ну для семьи шикарный вариант. При том, что автомобиль изначально стоял в этом салоне за 640 тысяч. Но наш клиент забирает его за 600. Ну тут будем так, честно скажу. Это просто очень, это очень фортануло. Вот очень фортануло. Вообще автосалоны не торгуются на такие суммы. Это фантастика. Тут просто так получилось, что мы эту машину ухватили в день переоценки. И плюс еще немножко сторговали. Получилось минус 40 тысяч. Ну что, пойдемте. Оформляется. Так, закрыть. Стоп, стоп, стоп. Закрыть надо. Стоп. Закрыли. Пойдемте. Там оформляются бумаги. И пора спрашивать нашего клиента, почему едьте. Почему Skoda Yeti? Не знаю. Ни разу не ездили на вагах. Захотели попробовать в семье фокус. Низкий. Хочется повыше. Любим ездить по природу. А вообще был выбор между едем и чем-то? Или вы целенаправленно хотели ездить? Вообще не было. Вот на самом деле просто увидели выгодное предложение. Обратились к Максиму, чтобы он ее смотрел. Он ее как бы затоталил. А, это вот разовый осмотр сначала, который был. Да, да, да. Но мы на ней прокатились. Нам она очень понравилась. И поэтому решили остановиться на выборе и едьте. Так, страшилки про DSG, про двигатели знаете? Все знаем. Это все страшилки. Не, ну люди же действительно сталкиваются с такими проблемами. Со старыми. Все, вы в курсе. Хорошо, да, действительно. Это 2014 год, ребят. Это вот опять же к тому, что не стоит бояться. Не все ваги так страшны, как про них пишут. Совершенно не стоит бояться. Ну, зато динамика и комфорт в коробке, конечно, вы оцените. То есть, при вождении это отличается от классического автомата. Вам это понравится. Водить, я так понимаю, будете вы? Да. Вам по габаритам автомобиль как? Отлично. И вообще очень понравилось все. Да? Так, хорошо. Про нашу работу. Я так понимаю, что все очень прошло быстро. Но вдруг у вас есть какие-то рекомендации или нарекания в плане нам, в работе? Что-то надо изменить? Да, наверное, нет. Все сделали. Да, все оперативно. Все сделали четко, оперативно, без лишних вопросов. Все свои пожелания, которые в период работы были, я их озвучил. Они все с точностью до единицы были соблюдены. То есть, не было лишней информации никакой. Выдалась только та информация, которая нужна непосредственно мне, как потребителю. Все по делу. Все сделали по делу. Все сделали очень быстро. Как бы голова у нас не болела. Когда выбирали эту машину, мы отдыхали. Поэтому проблем нет, эмоции налицо. Все четко. Хорошо. Так, должен проговорить. Мы рабочий чат не удаляем. Вы тоже есть рабочий чат? Да, смотрите, рабочий чат не удаляем. Любые вопросы по автомобилю, по автомобильной тематике, где лучше то или этого. Вы всегда можете писать в чат. У нас такая пожизненная поддержка, она и есть в наших местах. Двое, люди даже спустя год-полтора-два могут спросить, где лучше сделать химчистку, дитейлинг и так далее. Всегда, ну, как мы в этом варимся, мы всегда можем подсказать, куда стоит, куда не стоит ехать. Кстати, где химчистку? Химчистку. Так как здесь салон, он у вас не сильно грязный. И тут можно, скажем так, не надо ехать в дитейлинг-центр. Я могу вам порекомендовать съездить к ребятам около официала, если знаете такие. Ну, в общем, смотрите. Так, кто-то напишет, ну и так, гадости в комментариях, но я зато честно говорю. Есть перекупщики, которые покупают машины, ремонтируют и продают дороже. Они ведут свой канал на YouTube, они ведут активный Instagram, они всю деятельность показывают. И вот там, где они делают машины на перепродажу, я к ним возил свой партнер, мне понравилось. Они делают хорошо, недорого и хорошо химчистку. Вот могу сказать, что к ним можно съездить. То есть у них химчистка и полировка выходят в 6000. Вообще отлично. То есть это, я говорю, что это не какой-то распиаренный дитейлинг-центр. Вы приедете на такую старую многоэтажную парковку, не пугайтесь. Ребята работают, у них такой поток машин, что у них у всех рука уже так набита и делают хорошо. Ну, вы в чате скинете, да, куда? Максиму скажу, он контакты отправит, там, Коля Бородин, вы наберете его, просто скажете, договоритесь с ним на какое-то время. Да, хорошо. Ну, машину вам надо будет оставить на сутки там. Это, да, это я понимаю. Но это, скорее всего, на следующие выходные уже, если на сутки. Ну вот. Все, поздравляю. Поздравляю. Поздравляю с приобретением. Ни гвоздя, ни жезла. И все, мучить вас не будут, и тогда отпускаем. Хорошо? Да, все отлично. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Так, что ж, друзья, как всегда, показываем свою работу. Наверное, фраза эта надоела, надо на что-то менять, мне кажется, ее. В общем, Skoda Yeti классный вариант. Люди готовы к обслуживанию этого автомобиля, знают про все нюансы. И действительно, на более свежих моделях уже нет тех повальных проблем, которые были на тех же 10-11 годах. Классный автомобиль за классную стоимость. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь, вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Там много чего интересного. Если кому-то действительно интересно, я упомянул про недорогую химчистку в Санкт-Петербурге с полировкой, можете на самом деле задавать вопрос, я подскажу, куда, от чего звонить. Там, ну, сам делал, могу порекомендовать. Все, спасибо. Всем пока.